Доброе время суток, ребята. Сегодня 65-й день, как я вернулся к заработку в ИНТ и игры. И здесь я обсуждаю актуальные проекты, в которые я играю и пытаюсь заработать. Начнем, пожалуй, с того, что я там запутался в днях. Я уже поправил. То есть, вчера был 64-й день, а не 63-й. Как-то так. Второе, это то, что event, там где я разыгрываю 10 баксов, заканчивается сегодня. То есть, сегодня последний день, как вы можете поучаствовать в нем, если хотите. И третье, я объясню, почему я не вхожу на данный момент в игру Cosmic Home, что мне там на данный момент не нравится. Начнем сегодня с Чили, как обычно. С двух аккаунтов у меня сегодня получилось заработать 10 ли. Это уже как бы один прокачанный полностью, и второй так же. Проблема в том, что на этом аккаунте, на первом, все очень плохо. То есть, перестали падать сундуки, и очень сильно упал доход. То есть, у меня с первого аккаунта, со второго аккаунта, вернее, вышло 6,5 ли, а с этого вышло 3,5 ли. Как-то так. Сумма 26 долларов. По новостям, по проекту никаких новостей нет, и едем дальше. Дальше у нас Pexy. Мой самый малый, малый, обновленный шестой уровень. Теперь он выглядит как-то вот так вот. Выглядит как какой-то крутой робот, на самом деле не очень. Все остальные у меня 31 уровня S, я их докачиваю до Pexy, и буду вынимать деньги с этого приложения. Дальше идем к Pexy. Мой основной 9, скорее сегодня или завтра я апну на 10 уровень, не знаю, сейчас дохожу, не помню сколько там XP. Дальше у меня одна восьмерка уже, пешка, и две семерки, то есть они где-то там через два дня догонят восьмерку. Новостей по приложению никаких нет, двигаемся дальше. Дальше у нас лимоны, вынимаем отсюда 2,70, показывает уже 80%. Напоминаю, что в лимоны нет смысла уходить, они уже умирают, поэтому я показываю это все в вознагребительных целях. Дальше мы, наверное, сразу перейдем к Tower of Pizza. Здесь так же самое, нет смысла уходить, но Tower of Pizza как-то умирают довольно-таки плавно, и это очень хорошо. То есть здесь у нас будет больше времени для того, чтобы выводить деньги. По проектам какие-то новости отсутствуют, гоним дальше к следующему. Суперджим уже четвертый уровень у меня, следующий, пятый, будет капать по 40 баксов, сейчас капает по 39, то есть примерно плюс один бакс каждый. Каждый уровень добавляется, это в час, то есть, если бы я посчитал, это примерно у нас выходит 9 центов в час капает. Ну и, соответственно, 2 доллара 15 центов за сутки. С приложения пока не вывожу, я считаю, что это приложение перспективное, то есть, надеюсь, что оно будет развиваться плавно, что сюда никто не войдет, там, с 5-6-10 тысячами. И, в принципе, им нет смысла сюда входить, потому что в других проектах выходит, как у вас там, допустим, есть ROI, да, от 2,5 до 3 процентов. И чем выше вы башню покупаете, да, тем больше, тем больше у вас ROI, то есть, если вы больше денег внесли, соответственно, вы больше денег вынимаете. И так в таких приложениях вас хавают, то есть, тот, кто внес больше денег, он вынимает их быстрее, чем вы. А в этом приложении, как бы, все на одном уровне находятся, да, и поэтому, скорее всего, сюда какие-то киты с 5 тысячами, с 10 тысячами долларов вряд ли будут входить. Если это вообще можно назвать китами, ребят, как-то так, переходим на дапсайт. Окей, видим, вчера занесли 1307, вроде бы, как бы, идет все на спадок, но пока мы не пересечемся в желтой линии, вряд ли, вряд ли есть смысл об этом разговаривать. Потому что, примерно, товаров пицца так же сама начиналась, то есть, там в первые дни вниз стоит чуть-чуть больше, потом вниз падало, потом опять кто-то зашел, побольше, побольше, и потом сделали пику, и пошли, собственно, уже вниз после нее. 10 утра уже внесли 140 долларов, да, и 22 доллара выняли. Ну, это больше комиссии, плюс кто-то там вынимает с этого приложения деньги, хотя нет. Мы сделали такую, как бы, штуку, да, для того, чтобы не показывать, сколько денег будут вынимать люди. То есть, чтобы они накапливали, накапливали уровни и в один момент просто себе вынимали. Так, дальше у нас Липогочи, клеймим токены. Один токен, отлично, прям, меня радует. Не могу понять, почему было раньше 24, теперь один, но, не важно. Открываем наш бокс. И мы получаем равный ковер, сейчас посмотрим, как это все у нас там выглядит. Ага, у нас есть один такой, поэтому будем, наверное, прокачивать этот. Нажимаем на два ковра, скрещиваем их, и он становится второго уровня. Как-то так, по приложению все, никаких новостей, опять же-таки, нету. С токеном они пока тупят, двигаемся дальше. Дальше у нас HeadCross, скорее всего, что блокирует его как раз-таки Steam, потому что у меня сеть не подключена, хотя приложение установлено и работает. Сегодня мы его подключим, потому что, опять же-таки, напоминаю, что я играл последних три дня в Galaxy Commander. Вот, поэтому как-то так. 67 тысяч токенов у меня есть. Также у нас 16 рефералов, которые в общей сложности мне принесли 4 тысячи токенов. Спасибо вам, ребята, большое. Двигаемся к следующему проекту. Дальше у нас Galaxy Commander. С 18 до 21 числа был закрытый бета-тест. Три дня мы задротили в эту игру. Не удалось забрать пятое место, то есть, получил за это я 50 долларов. Плюс я во всех остальных ивентах также участвую. Поэтому пока запишем 50 долларов, может быть, получим еще какие-то дополнительные плюшки. Я об этом буду дальше в своих видео ежедневных рассказывать. Да, то есть, скорее всего, мы в эту игру на релизе не будем играть. Но, тем не менее, пока закрытый бета-тест идет, альфа-тесты и так дальше, скорее всего, здесь можно будет что-то заработать. Дальше у нас Space National. Они еще больше людей забанили за мульти-аккаунтинг и всякой-всекой херни. И неожиданность, но я попал в закрытый бета-тест в этой игре. Поэтому можете меня поздравить или не поздравлять. То есть, все-таки я потратил своих 170 баксов не зря. Посмотрим, как это будет выглядеть дальше. Еще с каких-то сроков мента самих этих ключей нет. И, соответственно, срока за бет-т тоже нет. Поэтому буду следить за этим проектом тщательно. Он мне очень нравится. И мне кажется, что это будет один из хороших проектов, в которых можно будет заработать какие-то копеечки. Дальше у нас Battle of Air. Это Бэксноу, который мы играли с дополнительной реальностью. Там избивали корабли и так дальше. Они закрыли игру на разные доработки. И сейчас у вас есть возможность с 18-го часа до 22-го. принять участие, скажем так, в опросе. То есть, вы заходите, пишите фидбэк, скажем так, в Google форме. Подписывайтесь на все соцсети, типа Twitter, Telegram, Discord, Instagram, Facebook и так дальше. И у вас будет возможность выиграть одну PlayStation 5, скорее всего. Больше здесь ничего не написано. То есть, типа, одну PlayStation 5 между всех людей, которые это все сделают, разыграют. Новостей тоже, опять же, никаких нет, кроме этой, по этому проекту. Двигаемся дальше. Окей, Космик Фому. Проблема. Проблема какая? То есть, если вы хотите в эту игру зайти без меня, заходите, пожалуйста. Куча видео на YouTube есть и так дальше. Что меня в этой игре смущает? То есть, мне нравится экономика и так дальше. Меня смущает то, что они используют старую систему мента. То есть, у вас должно быть два Космика, вот этих вот, два пилота плюс какие-то токены, да. И, соответственно, вы можете сделать еще одного. Но! На этом зарабатывают люди. Но есть огромное но. Эта система давным-давно устарела. И она сейчас не юзабельная. Потому что игроков в такие игры приходит довольно-таки мало. А минтят этих Космиков довольно-таки много. Что производит к инфляции абсолютной, да. И цены уходят на дно. Потому что, помимо того, что вам нужно этого Космика починить за токен. И помимо того, что этот токен используется в целях минта. Он нигде не используется. Вроде бы еще на уровне. Но это не точно. Я, честно говоря, так особо в этом проекте не разбирался. Просто мы сейчас посмотрим на экономику. Примерно 60 дней назад я его заметил. Да, то есть у меня есть бесплатный Космик. Сейчас мы перейдем в магазин и посмотрим. Типа, самый дешевый Космик сколько будет стоить. Окей, самый дешевый Космик стоит сейчас 48 долларов. Вчера самый дешевый Космик стоил, блин, вроде бы полтос. Когда я заходил 60 дней назад, самый дешевый Космик стоил, внимание, 500 баксов. То есть они упали у нас уже чуть больше, чем в 10 раз. Почему так? Потому что, опять же, таки минтятся эти Космики. И теперь мы перейдем просто-напросто посмотрим на токен. Токен выглядит примерно так. То есть на пике там было чуть более 4 доллара. А сейчас это 65 центов. То есть токен укатали 8 раз. Токен укатался тоже 8 раз. Космик в 10 раз. И это будет продолжаться до тех пор, пока не сделают, скорее всего, что-то с ментом. Или пока не введут какие-то дополнительные возможности, куда эти Космики можно будет сливать, скажем так. Вот. Поэтому я пока просто наблюдаю за этим проектом. Он мне, ну, он мне нравится. То есть я этого не скрываю. Но экономика, экономика очень сильно устарела. И поэтому, к сожалению, пока я сюда не вхожу. Посмотрим, как только как-то устаканится более-менее, да. Тогда мы будем об этом проекте, скорее всего, разговаривать. Сегодня, ребят, это все. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Может быть, какие-то проекты еще у вас есть для того, чтобы я разобрал. Я постараюсь их разобрать. И всем до скорого.